Добрый вечер! Итак, по традиции, вечерний обзор. Что же сегодня произошло в экономике? Не только в Украине, и не только экономике. Но самая популярная новость, которая сегодня в Украине с точки зрения экономики, это Минфин опубликовал данные про госдолл за 2016 год. Для удобства, смотрите, государственный внутренний долг Украины, имеется ввиду правительство, естественно. В данном случае за 2016 год, просто посмотрите, до Майдана и после Майдана. Да, растет, да, вырос. Почему вырос? Ну, приходится покрывать эмиссию, приходится покрывать национализацию Приватбанка. То есть это вполне логично. Так что, как видите, госдолг Украины внутренний очень существенно вырос после Майдана. Хотя все время рассказывают, что делается рекомендация. Внешний долг тоже рост большой. Ну, понимаете, внутренний в гривне, внешний в долларах. Ну, так более наглядно. Потому что если все пересчитать в гривну или в доллар, это ничего не так. Обращаю ваше внимание, что перед Майданом даже было небольшое снижение. Было, было. Но, после этого больше, 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 больше. Ну, скажем так, как будем отдавать? Да никто пройти не думает. Как будем отдавать? То есть вот, если вкратце сказать про наш госдолг. Да, госдолг вырос. Хорошо или плохо? Ну, как вам сказать, дают долг, хорошо. Но возвращать надо. Обидно. Ну, а теперь... Это, чтобы скучно не было. Смотрите, есть у нас такой институт памяти, то он предложил поменять праздничные дни. Обращаю ваше внимание, остается Новый год, но только убирается второе число. То есть выходной будет только один. Первый января выходной. Второй января выходным не будет. Потом предлагают, ну, понятно, Рождество, 7 января остается, естественно. Отменить 1-2 мая. Прогается отменить. 8 мая. День памяти примирения. Ну, имеется в виду не День Победы, а День памяти примирения. Ну, как там, типа, в Европе. Честно говоря, конечно, это не очень хорошо. У нас на майские праздники люди, как правило, картошку садят. Это такая уже традиция. И начинали с майских праздников. Это как раз первое, второе, третье, десять дней. Но дело такое, житейское. Правда, предлагают еще 9 мая праздновать, как День перемоги над нацизмом, но он будет невыходной. Сразу говорю. Значит, 8 мая выходной, 9-й невыходной. Ну, опять же. Предлагается вести друга пятница сентября. Вторая пятница сентября, День семьи. Не знаю, что это за праздник. Ну, в принципе, сентябрь, вторая пятница сентября. Более-менее нормально. Нормально. Дети пошли в школу. Можно действительно собраться, попраздновать. Ну, почему нет? Так, теперь немножко перепрыгиваем. Ну, в феврале никаких праздников там такие все. А, 25-го февраля. День государственного герба. Ну, это чепуха. Так, отменить 8-е марта. Но сделать выходной 9-е марта Шевченковский день рождения Шевченка. Ну, я, конечно, все понимаю. Но такого... А 10-е марта сделать день государственного гимна. Вообще смешнее. Потом, ну, понятно, остается Пасха. Балый день остается. 28-е июня. Июня, да. День Конституции. Выходной, естественно. 14-го октября. Выходной день. День защитника Украины. Ну, это как бы выходной. День защитника Украины. То есть, 8-е марта отменяем. Типа Шевченковский праздник. Будем праздновать женский. А 14-го октября будет День защитника Отечества. Вот такая ситуация. 23-е, естественно, не будет. И 24-е остается выходной день независимости. Ну, вот такие забавные, я бы сказал бы, идейки у нас витают. Ну, честно говоря, я бы ничего не менял. Я считаю, что это все смены ничего хорошего не случат. Ну, а теперь возвращаемость к нашей экономике. Нацбанк сегодня заявил, что в связи с ростом минимальной заработной платы приблизительно 630 тысяч украинцев потеряет работу. Я когда-то говорил раньше, что будет рост минимальной заработной платы, однозначно будет рост безработицы. Но я вообще считаю, что больше миллиона потеряется. Ну, опять же, какая проблема? Заработки, заработки. Я всегда говорил, что в принципе проблем с влых нет. Потеряю работу, поехали на заработки за границу. Все очень просто. Так что я бы эту панику не делал. Теперь перепрыгаем. Новость от Лукашенко. Ну, если вы слышали, что Лукашенко заявил, что Белоруссия может обойтись без российской нефти. Ну, посмотрим, как это получится. Ну, может действительно обойдется. Я не совсем понимаю, где не будет брать нефть. Если даже покупать через Литву, ну, наверное, можно, но все-таки дороговато будет. Дороговато. Плюс опять Белоруссия. Вы, наверное, слышали, что это российская сторона установила пограничные столбы на границе между Белоруссией и Россией. Причина. Основной причиной, насколько я понял, заключается в том, что Лукашенко подписал указ о введении краткосрочных безвизового режима с 80 странами мира, среди которых Евросоюз и США. Россия считает, что вот этот вот краткосрочный безвизовый режим может привести к тому, что, ну, там, жители Евросоюза или США, приехавшие в Белоруссию без границы, ну, то есть, смог заехать на территорию России, ну, действительно, это какой-то казус. Уже если вводить, то действительно тогда, да, вот тут действительно нужна граница. Потому что, получается, да, тут, в общем-то, правда, но если так, если с точки зрения проезжает человек без визы, да, у него это краткосрочно, 90 дней, потом пролетел в Минск, приехал в Москву, получается, визы нет, ну, это, это нежелательно, я бы сразу говорю, это нежелательно, это нежелательно. Но теперь, ну, с Австралии, я говорю, вы знаете, я же не люблю такие стандарты. В Австралии в 2016 году средняя заработная плата выросла на 1,9%. В 2017 она должна вырасти на 2,1%. Знаете, действительно, заработная плата там просто слабенькая, они всегда ругаются. Это Австралия, ну, я не Австралию, я люблю Европу, Маркл растет. Они говорят, вот у вас хорошо, у вас растет, она слабая. Понимаете, почему ругаются, говорит, проценты растут быстрее. Ну, действительно, уровень жизни, ну, уровень жизни, это так кажется, что тебе заплатили 5000 евро, умно, а? Пока выплатили все проценты, все долги, это всегда близкий вопрос. Так что, как видите, а, если кто не знает, в Украине за 2016 год средняя заработная плата выросла на 26%. Что-то да странно. Новость американского фондового рынка. Возможно, вы слышали, что собирается сделать, ну, разместить IPO в SharepChat. SharepChat. Такое социальное приложение. Насколько я понял, оно популярно среди американских подростков. Что значит сделать IPO? Компания хочет выйти на рынок, разместить небольшую часть, небольшую часть акций. Но они ожидают, что вот эта небольшая часть будет стоить 3 миллиарда долларов. То есть, грубо говоря, учредители этой компании станут миллиардерами. И вот как раз сейчас обсуждают, что вот, например, смотрите, как молодые люди стают миллиардерами. В США, надо идею. Я сейчас говорю, такого рода, да, можно сделать в Америке. Да, действительно, IPO на американском фондовом рынке стоит очень дорого. Но не потому, что это компания дорогая. Учина у пустых денег. И в США это можно сделать абсолютно реально. Пример Facebook, Google и так дальше. Это возможно. Но надо быть американским. Просто так, что называется, проснуться утром и сказать, а вот я выйду за IPO. На американский фондовый рынок ТВ не пустят. Не пустят. А жутко хочется. Вот такая вот ситуация. Так. Ну, новости с Китаем. Китай повысил ставку РЭПа. Ну, повысил не сильно. Было 2.25 годовых, теперь 2.35. Тут самый главный сигнал. Понимаете? Китай очень долгое время ее не повышал. А тут он решил повысить. И вот это сейчас обсуждается на мировых рынках. Что это значит? Почему Китай решил повысить ставку? Почему это приведет? Ну, с точки зрения экономики Китая, чем выше ставка РЭПа, тем выше ставка по кредитам. Выше ставка по кредитам, естественно, меньше желающих брать. Меньше желающих брать, значит, спрос, значит, меньше кредитов, меньше покупателей. Меньше покупателей, меньше спрос на импортные товары Китая. Вот так строится логика. По этой причине вот эту новость, как раз восточные, там, азиатские страны обсуждают сильно. Вот теперь остывание, экономика, значит, надо ориентироваться, что китайцы столько покупать не будут. Это плохо, громадный рынок. Ну, видите, как несчастных там за запятой 10 пипсов такое наделали. Ужас. Еще такая новость. Ну, это новость трагическая. Или, наоборот, хорошая. Знаете, смотрите, в Германии подсчитали, сколько заплатили налога на наследство. 7 миллиардов евро всего в Германии заплатили налога на наследство. Ну, у нас налог на наследство копейки, а там, действительно, это налог. Надо платить. Я понимаю, платить не любят, тем более налог довольно высокий. Есть два мнения. Первое мнение, что налог на наследство должно быть высоким. Почему? Потому что человек получает, как бы, деньги, ну, просто получает. Реверс, наоборот, маленький. Это будет стимулировать развитие бизнеса, потому что там вы будете отдаваться им, наследникам, ну, и не будет проблем у наследников. Сложно сказать, у нас налог про наследство никто не говорит. Я не знаю, сколько у Украины вообще собирают. А вот в Германии? 7 миллиардов евро. Вот так вот. Так, Китай, Трамп, США. Ну, смотрите, есть такая интересная табличка. Не я делал, сразу говорю. Это вот показано экспорт-импорт США. Как видите, с Китая, во! Ну, зелененькая стрелочка импорт, естественно, зелененькая экспорт. Как видите, Китай, ну, что идет в Китай? Что идет в США? Китай, Канада, да, Евросоюз. Вот почему-либо, Евросоюз сильно связан. Ну, точно, Германию выделил, видите, 125. И Мексика. Почему эта новость, и что она означает? Означает то, что на сегодняшний момент Трамп, обращая внимание, и ряд крупнейших американских корпораций, поддержали идею введения импортных пошлин. То есть, грубо говоря, вот этот вес импорта, вот этот громадный импорт, теперь идет облагаться пошлиной. Естественно, что это, ну, скажем так, Канада недовольна, Мексика недовольна, Китай недовольна, Евросоюз, Германия недовольна. Это может действительно создать проблемы для этих стран. Колоссальный проект. Смотрите, ставки пошлины, может быть, разные, и там действительно не так, что все это просто. А вы говорите, проблем нет. Это проблем нет у вас, у них там проблем больше, чем надо. И Трамп пугает. Ну, пока не ввел, но пугает. Пугает, пугает, и я так понимаю, будет пугать дальше. А теперь обратно в Украину. У нас такая милая девочка, первый заместитель министра экономики Оксана. Ой, ну, короче, Оксана. Она сказала, что за 2016 год в Украине вырос ориентировочно на 2%, промышленное производство на 2,4%. Это говорит о том, что экономика Украины находится на взлете. Я много раз говорил, это говорит о том, что мы достигли дна. Рост в 2% после падения в 10% это мы достигли дна. Оксанка. Или ты учи матчасть, или не говори всякие смешные вещи. Самое забавное, Оксаночка, ну, если уже ты даешь интервью, посмотри в табличках, а то у тебя получился курьез. Она что сказала? Она сказала, что промышленное производство, да, растет, но в основном мы выкинули за счет строительства, выкинули за счет торговли, выкинули за счет сельского хозяйства. Падает у нас промышленство, падает. Вот такая ситуация. Еще такая новость, чисто техническая. Национальный банк пересмотрел, ну, знаете, такое инфляционное таргетирование, вот он сделал прогноз. Раньше он говорил, что возможно в 2017 году инфляция будет 8%, сейчас нет, он говорит, что инфляция будет 9,1%. Ну, что я могу сказать? Посмотрим. Если даже инфляция будет 90%, НБУ за это отвечать не будет. Вот это наши барданы. Когда за курсы отвечать не хочет, ну, а как же, это же неприятно. Реально что-то делать, он тоже не хочет. А вот фантазировать, ну, вот инфляция 9%. Причем НБУ говорит, что вот производитель узнает, что инфляция 9%, долларов скупать не будет. Будут знать, как прогнозировать. Ну, все же, профессионалы, знают, что инфляцию в 2016 году нарысовала. Она была как минимум 30%. 30%. То, что они нарисовали этих несчастных там, сколько там, 14%, ну, это несерьезно. По этой причине посмотрели, проанализировали. Беда. Ну, зачем врать с самого начала? Ну, сделайте нормальный показатель инфляции. Пускай он будет 20, 30. Ну, это тогда будет понятно. Нет, они сначала нарисуют, а потом говорят, ну, он у нас не работает. А, конечно, не работает, если вы заведомо искажаете. Так, вы, наверное, слышали, что Александр Лукашенко заявил, что в результате членства в Евразийском Союзе, Белоруссия потеряла 15 миллиардов. Россия возражает, что 15 миллиардов. Не, я думаю, потерял 15 миллиардов, серьезно. Ну, вы понимаете, что Евразийский Союз, это союз под Россией. В этой причине я говорю, это не то. И так, это не то. Дружить, торговать в России надо. Но эти все союзы, бог свидетель, это все надо. Ну, и последняя новость. Трамп решил пересмотреть закон Дода-Франка. Сейчас объясняю, что это такое. В свое время был принят такой закон Дода-Франка. Его была главная цель, это прежде всего борьба с кризисом 2007-2008 года. Но закон довольно жесткий. Многие, ну, скажем, частные и вообще инвесторы, американские, зарубежные, недовольны. Банки недовольны. Но там действительно, там они довольно жестко сделали систему работы. Плюс забюрократизировали даже те моменты, которые лучше было бы не бюрократизировано. По этой причине Трамп предлагает это все переделать. Вот такие новости. Так что, спасибо за внимание. Хороший вечер.